Надеюсь, стрим пошёл. Во всяком случае, я на это надеюсь, как и всегда. В общем, всем привет. С вами Раевский. Вышло так, что я хотел изначально стримить другую игру, а не R-Type. Но раз сейчас перерыва до... до проигрока, то на час показать R-Type с пояс первого можно вполне. Эта серия в корпорации IRM считается одной из самых сложных. Абсолютно справедливо. А R-Type Delta считается лучшим R-Type вообще. Так что показать эту весьма графонистую игру, я считаю очень даже разумным. Комментировать меня будет Сказочник. Всем привет ещё раз. Сейчас мне только нужно переместить быстро. Экраны. Э. А, всё нормально. Это проблемы шейдеров. Эта игра вообще эмулируется с большими проблемами в каком-то смысле. Графических багов тут дофига. Например, заставку вы не увидите. Ну, на ретраче, конечно, всё нормально, но там натив. А я хочу в этой игре графончик выкрутить. Ну, представим, что это пиратская версия, из которой заставку вырезали. Агитек. Аэриэм, софтвары, инженеринг инкорборейтед. Заставочку, естественно, покажу. Ну, показывают на заставочке три типа корабля, которыми мы будем воевать. Классический тип Дельта. Тип Альбатросу, он же тип Тентакль. И Р-13, он же тип Архорнтип, он же Церебрус. Это три главных героя. Есть ещё, конечно, четвёртый корабль, но он открывается за 100 игр, или прохождение игры на нормале и выше. Я уже сразу перед... Я сразу скажу, это далеко не First Run. Я шесть часов уже нафармил себе. Это чтобы открыть бесконечные карнеты. Дело в том, что в этом Аэртайпе изначально бесконечных кантов не дают, их только пять. За три наигранных часа дают девять кантов. И за шесть часов уже бесконечные канты, как во всех канонах. Аэртайп этот очень графонистый, поэтому я не пожалел поставить 3К битрейта на стрим. Я хочу показать во всей игросе. Играть я буду, пожалуй, за тип Церебрус, Р-13. Пожалуй, это самый мощный корабль. Стартуем. Это, можно сказать, 2.5D. Айрим Софт Вар Инжиниринг представляет. Аппарат Р-13, пилот Раевский. Сложность Normal. Vibration of Sound Stereo. 3К это мера вынужденная, Голынин. Иначе будет мылить. Первый контакт. В чем особенность основной серии R-Type? Это меморайзинговый шмап. Задача, в котором просто любить всех. Но, если ты не запомнил себе какой враг, ты, скорее всего, будешь умирать. Особенность нового типа это лайт. Нолик, я на 2.5К тестил. Мне это совершенно не понравилось. Мыло. Я могу сейчас снизить 2.5К, но тогда мылить начнешь, блюха. А я не нужна, я думаю. Потому что жалоба не у нас. Такой графон за мылом скрывать грешно. Это одна из самых графонистых шмапов PS1. Поэтому я и не пожалел. У нас, помимо того, что у нас есть обычное оружие, которое можно чашить, можно кидаться общинам, которые фармятся. Вот так вот. Тут как раз мини-босс выползает, который мы этим крюком изобьем. Причарженная молния, самонаводка для рули. Опшенов может быть три типа. Красный, синий и жёлтый. Красный и синий это обычно какое-нибудь оружие, отличающееся полярно по стилю боя. А вот жёлтый это переходники. Я играю за тип Церебрус на особенности других типов. RX Альбатрос. Это или тип Тентакль. У него самый наводящийся общин на противников, но у него самое слабое оружие. А серединный корабль это пластиковский R-Type-овский тип, который был в прошлых частях. Так, вот заменил ее, надо выяснимую точку мочить. И когда мы общином тараним противников, который заодно нас от пульс защищает от особенностей от Тайпинского, мы набираем полоску Гоуз. И только она заполнится до сотни, можно применить Супербокку, которая ранних боссов просто выносит, а поздний наносит серьёзный урон. А я бы не сказал, что здесь 3D выглядит криво. Для PS1 тут как раз всё офигенно. Нормально всё тут выглядит. Так, смели опшен. Который за нас стреляет лазером. И теперь первый босс. Под которым не надо подсохло подставляться. Да, на стекляшке было заебись, не то сурово. Вот и всё, нету босса. Всего первые 3 уровня, они лёгкие относительно. Настоящий R-Type начинается уровня после 4. Да, вот Тинамба правильно пишет. PS1 пацанская консоль вообще. Ну чё, второй уровень, водная база. Да, я, кстати, забыл, что шифтами тут можно регулировать скорость корабля. Скоростей 4 я летаю на 3-й, потому что мне на 4-й корабль сложно управлять, а на 2-й он всё-таки медведи. Я не знаю, в каких случаях первая должна предождаться. Может быть, для сверх точного маневрирования игру я не проходил, уж больно она трудная. Ну, R-Type славили свои изначально свои... Да, особенно и вторыми кругами непроходимыми. Я, конечно, проходил третий R-Type на снесе. Но повторять это не хотел бы никогда. Да, не хотелось бы. PS1 пацанская, PS2 стимильческая, PS3 ружетская, PS4 – это старико. Так, я думаю, сейчас общем, лучше назад поставить. Учитывая, сколько сейчас PS4 стоит, то многие из нас действительно могут себе её позволить, только когда уже стариками идут. Мне, кстати, красный лазер нравится больше, поэтому я менять не буду. О, блин! Подстрелен! Ладно. В R-Type это нормальная, совершенная ситуация. Супр-катчик с меня, естественно, долой. Но я не расстроен. Это игра такая. Не прощай, спасибо. Вообще ни одно, это чистый меморайзинг. Не зря я с R-Type так называю, что 46% меморайзинга. А почему 46? 146. А, 146. Да. Этот, кстати, корабль хорош тем, что у него мощный и дефолтный чаш, поэтому... Он считается лучить кораблем Вердайпера. Сам виноват, сам виноват. Ну, учитывая, что после дебили ты остаёшься без ничего, то hay действительно, правда, нормальный чаш ждуй, чтоб перешат. Да. Причём-то чаш ещё частично самонаводится Этим у корабля удобнее Даже если ты сдох Ты без ничего не останешься То есть, я бы сказал бы сейчас, пока всё не... О, блин, ну это я сам Этот сектор реально довольно проблематичный для прохождения Сколько не тренировался, всё равно тупые Ну это в силе Раёвского Раз шесть ряду забелить, а потом разозлиться и затащить Да В первой попытке Кстати, здесь это вполне реально Потому что ты жал самый сложный сектор в втором левеле Я скажу, босс гораздо проще Так, попробую перейти в скорострельный режим Что бы в общем-то начали за меня работу делать О, вот теперь мы сделали всё правильно А тут-то стены убивают Нет, кстати, в R-Type дельта стены не убивают Если столкнешься во врага, то умрёшь А вот стены нет Этим, кстати, он и легче третьей части В принципе, считается Я просто в дельта не так много играл В отличие от тройки Я могу даже показать, что можно спокойно в стену вот так вот сжаться Ничего тебе не будет Так, взяли чарж Так, тут место, которое я не особо люблю Давайте я сразу бомбу заюзаю Так Вот как она выглядит Так, пора бы аккуратно нашли бомбу парни С помощью паука Я вот не знаю, может, этот вопрос стоит задать уже позже Когда Мегамена проходить будет Вот Но всё-таки сейчас его озвучу Именно Подождались ли тебе вот игры Когда ты вот у товарищей играл на PS1 Это имена Такого типа Ты имеешь в виду шмапы всякие, да? Ну да, шмапы или тоже Мегамена Мегамена был? Причём у меня была именно ПК А с ПК-версии Мегамена Чини Икса 4 Вообще начиналось его знакомство с серией А друзей Мегамена тоже был Ну, отвлёкся, бывает Всё равно Пока умирать не страж Здесь очень легко тащить чекпоинтов Потом это уже не будет столь легко Всё же случается от уровня к уровню Это нормальная левия Ну да Но весело будет уже на четвёртом На орбитальном лифте А в игре всего 7 Я когда слышу слово орбитальный лифт Всё время вспоминаю ПК-кар Ну, будет очень похоже Так, отлично, второй босс Краб Сейчас краб Так, и к тому же он ещё любит питаться этим жучком Надо бы не дать ему подкормиться Поэтому сразу буду его выносить О, вот и друг Сейчас краб рэдж войдёт Убезнав, что его пропитание лишили Но мы сейчас тебя обратно всадим Переком, и ты сейчас сдохнешь Вот и всё Лёгкий босс У меня был ещё, по-моему, друга Был какой-то Дариус, но толком я в нём так и не разобрался в своё время А вообще я играл в Теккен 3 В Крэш Бэндикут был Куда ж без Крэша Да На БС1 Вот почему я 3К ставил Вот здесь мылить будет адово Да, тут-тут Графонии Во все поля Да-да-да Видите, даже консолька не тянет Тормозит Это именно потому, что столько графона в игру напихали Так, как... Фух, вот тут меня именно замедление спасли В самой консоли Так бы я в этой пуле бы не увернулся Сейчас стрелять начну А так В общем, лучше бы мне уже вперёд передвинуть Потому что сейчас мы под эту штуку залезать будем Здравствуй, Никасан Привет, Никасан Так Давайте, вылезайте А, я уже его убил Сейчас надо вниз точно лезть под этого Вот так вот Отлично Тут бомба, но я её пока тратить не буду Мне она нужнее будет в более другом секторе всё-таки Так Так Отлично Поверап Подберём Так, где-то Сейчас вылезет ещё одна пушечка Эх, чёрт Я с Эмулем Э, чё Чё за Бывает Вылетел Нет Видимо, всё-таки надо было ЕП и СХЕ использовать Пусть там графических багов побольше Просто неожиданно подзависло Графона слишком много оказалось Не сумел обработать Прямо от пиршества графона Да Манкул, привет Здравствуй, Манкул Можно сказать, этот стрим всем графом Графонодрочером посовещается Это график Так Ну тут уже, кстати, вопрос об ачивках пошёл Тут ачивок, кстати, в этой игре хватает Их тут очень много Типа Занести 10 тысяч урона чему-то там Пройти игру на энной сложности И иметь ачивки Они тут За ачивки тут при миру Тут открывают всякие Картиночки А то и новый корабль Могут открыть Если что, я задницу себе не рву И играю на нормале Гарт тут всё-таки вар-тайпах Это жесть Это для корейцев в десятом поколении Только Да Да Эй Чё вы загружились? Дайте мне вас убить Вот так вот Метки пули летят тут не настолько быстро Но если не знать подстав Умирать немножко пить дать Хотя в этом вся сутер-тайпов Не запомнил? Нет Ну да Тут я согласен с Антоном Стороженовыми ачивки Должны быть по её редкости А не по велению Левой пятки разраба Это как-то более логично, что ли Так, аккуратнее Аккуратнее Сейчас будут стрелять И мне нужно быть в этом плане внимательным Да-да-да-да-да Вот так вот Тормоза Тормоза Графон Да-да Вы хотели графона? Вот вам графон Так, сейчас запихнем сюда Крюк Очень удобный, кстати, опшен Закинул И уничтожаешь А вот этот лазер всякую мелочи стирает Так, сейчас пока Просто понесем На ногах что-нибудь А то Давай-ка Прогрузка с текстур Потому что скоро будет чиппоинт Мне бы сейчас главное не зафейлиться Будет очень обидно Перепроходить всю эту часть Если я слохну На чиппоинте Внимание, бомба! Отлично, чиппоинт Теперь мы пора мочим верхнюю часть Если хочешь чайники стримить, пожалуйста Так, похоже мы сразу вынесли вон ту бандурину Которая Кидается ракетами Это нам сильно упростит расправу с боссом Хотя, может и нет Потому что Я хотел бомбить Приверечь на Следующий сектор Когда меня, возможно, сейчас Может, полный сегро Это настоящий тактик-шмат Если ты сделаешь что-то не так Даже, допустим, в том же В начале Ты можешь в конце уровня За это очень здорово поплатиться Так, сейчас будет мини-босс Очень неприятная пушка Которая Которая стреляет другими пушками Которые крутятся по диагонали Так, это враг такой? Да, это мид-босс Да Ну, это еще не сложно, скажу я так По меркам р-тайпа Это еще нормально А также я, конечно, у разработчиков с мапов Просто не стащила Особенно японских Отлично, выкосили Теперь сам, собственно, босс Надо ядро на скалашматить Но так просто теперь сделать не даду Потому что сейчас пойдут лазеры с рикоршетами Ладно, сюда встану, хоть и не хотел Так, вынесли Врубаю четвертую скорость Я четвертую скорость сразу врубаю Потому что сейчас будет довольно неприятная часть Потому что сейчас это ядро будет Суппамить лазером на полэкрана И от него лучше бы убегать Ай! Вот этого делать нельзя Потому что здесь это считается не стеной А боссом Я бы даже сказал, что больше, чем на полэкрана Это за две трети она перекрывает Селевер Придется положить затощение Кюня по самоследующую попытку Но как всегда он у меня уже будет Более скромный Ну R-Type за это беспощадно наказывает И пока всего два конта следят Это нормальный результат Так, давай Опшен, давай Да, да, да Пиздела, ладно В общем Давайте, чтобы не было проблем Бомбу завезаю сразу Я эту пушку не люблю Даже больше самого босса Вот так Лучше от этих лазеров поворачивать Так, аккуратно становимся Есть, еле увернулись Хотя я сам тут привару Отлично, вынесли пушку Четвертый спидар Так Давай ко мне Ко мне, ко мне, ко мне Вот так И самонавод И самонаводящийся пушку Вот и все Почему нельзя это было сделать с первого раза Вопрос, конечно, интересный Ну, лучше поздно, чем никогда Страдать я реально Только со следующего уровня начну Сейчас Все было просто О, даже новый рекорд Внезапно Поздравляю Я же немного наиграл Именно в эмуле Поэтому Так, орбитальный лифт Тут музон Крутой Наслаждайтесь Все для людей Ай Я забыл, что Эти товарищи Не блочатся Опшеном Их, точнее, их выстрелы Ладно Страшно Страшно Конечно, сейчас этого не случилось Ибо эти поины Очень легко Допереть Вот так он Так Надо тут просто на двойной чарше набрать Так надежнее Общайте, продолжается разговор за ошибки Да О, вот это уже весело Истребители Которых надо сбивать А также Самодаводящиеся лазеры Вот это уже весело Кстати, вот эти вот роботы Похожие были И в других тайпах Да, это все Можно сказать Блин, дайте мне Power Up взять А то закидали все пулями Пиргеные вроде серии Можем так сказать Ху, блин Ребят, сейчас Так и убить могут Убили Сам виноват Ну, это еще нормально пока что Если это все С чип-поинта Проходим один запорвать Если ты помнишь, что и как Вот так Места на стенах Свободного не было От пушек Что там на Харде Интересно Вот просто он чисто Пошел выйдет Там на Харде больше врагов И пуля летает быстрее Я говорю, там На стенах Свободного места не было От пушек Куда же их там больше Еще спешать-то Так, вот Да, вот тут сам виноват Оба А это что за баги Не припомню, чтобы у меня вообще Такое было Блин, что Это Виртуал бой начался Блин, вот это подстава Хоть эмулятор сейчас меняй Я не помню, чтобы у меня такие баги были А тут сохранения есть какие-то или нет? Нет, у меня придется сейчас полностью игру перепроходить Зараза А может просто попробуй Свернуть и развернуть эмулятор Может прочухается? Не, не помогает Так, бедрен батон Какого хрена? Причем здесь Обратите внимание Багов нет Я же тестил Не было сбоев Первый раз За все время практики Я играл Багов не было А ты с ноутбука играешь? С ПК С ПК Сейчас я перепройду тогда уж Тогда я Нет, это не EPSXE Это PSXR Как мне советовал Этот какой-то Эдхел Давайте тогда уж другой тип, что ли, покажу Раз такие дела Например Давайте тип Тентакль Ну, спешу Происошедшее Ну На несчастный случай Ну да Ну тогда этот стрим просто будет обзорным От такого никто не застрахован Да Все-таки эмуляторы есть эмуляторы Тем более Это игра славится глюками в эмуляции Причем совершенно неожиданными К тому же Глюки случаются даже и на реальной консоли Я подтверждаю это С собственным опытом Тогда я покажу, пожалуй, тип с самонаводками Пусть он самый слабый, но... Да, эмулятор Просрался кровавым поносом Да Видите, у него уже другой чаш Просто вот такая молния Не молния, а вот пикки снимали А вот теперь самонаводящий сообщ Смотрите Причем если прокачать три раза То будет уже действительно мощная самонаводка Но, как обычно, самонаводки в шмапах Они всегда дохлеят Старое правило Так и не только в шмапах Латино-майдуки Да почему-то не было пройти Быстрее Обратите внимание, что Снаряжение у каждого корня свое Например, у этого бомба Ооо, а сейчас будет весело Как самонаводки будут расправляться С пушками Но тип тентакль знаменит не только самонаводящимся общим Вот, обратите внимание, насколько раздвигается область защиты Прокачивания То есть это именно защитный тип В самом Дефолт, в прямом смысле понимания Блин, бывает Вот сейчас я, конечно, ошибся там, где не надо было это делать Это место проходить как-то С дефолтным опшеном Это как-то совсем Нет, это не то чтобы не проблема, но Нервничать заставляет Я уже это зачитывал, да-да-да Надо показать, какая бомба Я ее сейчас покажу на мини-боссе Сейчас он только вылезет Так, в общем усилим Пора бомбить Это гравитационная бомба Только она у вас Хоть она и бьет точно по всему экрану Но она объективно слабее Видите, даже мини-босса не убила Ничего, добьем вручную Добьем Ну даже мы денемся Правда, этот мини-босс не обязательный Но приятно все равно Немного бьем, так надо бить Да-да-да, вот так вот, отлично Оп, сейчас я соберу вот он Вот он, вот какая площадь защиты Типа тиндатор Только надо вручную Разбегать То есть надо идти вперед Красным лазером, а синим назад Чтоб открывать лазер Если общинус полагается сзади, все наоборот То есть это получается у тебя как щит такой Впереди образуется Да Это тип не зря называется защита Прикольно Но тут оружие, естественно, слабее Я ведь прошлый раз играл по сути за тип пауэр Ну, баланс Вот и все Тут даже статистику пишут Какое у тебя прокачка, какой луч, запал Лазер вверх Пробьешь Так Опять вот эта штука, которая спамит всякой хренью Лучше просто кину общин И отстреливает врагов Это его работа Потому что заводимость у общинус хорошая Но Реальный толк от него только на низких уровнях Говорится Паршевые авторы Стучка стеклов Ну, это да Хотя в некоторых ситуациях он реально может пригождаться Например, когда так Вот Самоязвимая точка находится фиг знает где И ты до нее сам достать не можешь Но тогда самонаводящийся общин это тема Так-то да С другой стороны, если уровень перед этим такой же порвачен Что его и с самым суровым оружием пройти там нелегко А с более слабым таким Да, это как раз особенности баланса игры Выбирай, где будешь рвать задницу На уровне или на боссе Хотя обычно в артайперам задницу рвешь именно на уровне Вот так вот, разверну этот общин И стреляйте в меня куда хотите Вот так щит работает Вот так щит работает О, да Я может даже с удовольствием удачу вас специальным оружием этого типа Вот этим раздвигающимся лазером А вот в этот раз я умудрился это место с первого раза пройти Ну, более защищен, чем в прошлый раз Ну это да Тут все-таки спамят со всех сторон Да, и кстати, вот этот лазер синий тоже самый новодельщик Если в цель на врага попал Он тоже будет вымок Покаж Вижу, вижу, да Смещает то, что у меня заряд пушки маленькие Ай Я забыл про этих мух Они слишком маленькие, чтобы достать А вот сейчас будет грозно С этим типом я сейчас корабля Я на этом чемпункте могу застрелять Не то, чтобы это непроходимо Это проходимо будет Мне уже далеко не так легко А там все нет атаки попозже Ай-яй-яй Ладно, хоть 98% есть Заряда Значит я просто следующее место Запомню это место и пройду счастливый сервис Готово, бомба есть Готово, бомба есть Так Самонаводка, давай Бег Бежет Попрыгивай Отлично Торпеды 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 Вот так Я знаю, кто это сзади меня Это одна очень маленькая такая черепашка, которую я не заметил Точнее меня бы не следовало помнить Черепашка нельзя прям Так, сейчас они сзади пойдут, три штуки Раз Два Три Отлично Теперь уже все Ну да, вот как раз и виден баланс кораблей Я в одних местах Этим кораблем Готово больше В других я только не буду Так Здесь уже тактика немного другая Здесь надо полагаться на самонаводящийся общий, вставляющий четырмя пушками Да, здесь бой будет более затяженным всего, более низкой мощности оружия Вот он и сожрал его слизняка Так, так, так Вот Видите, мочит гораздо дольше Но он все равно быстро умер Ну да, конечно, общинс, самонаводящийся тут в тему Да, чуть-чуть есть, то есть Так, снова снежочек Надо, как там, кстати, у про игрока дела Он же в два должен стримить Эм, ну Вроде Готов он, вроде Комментаторов спрашивают Сейчас я попробую общину замочить Я сейчас попробую хоть и четвертого босса успеть дойти Если это, точнее, должно случиться Ну, по идее, я не думал, что это сверхпроблема такая Так, тут желтый А нужно ли мне желтое оружие? Дай подумать Ммм, что это? А оно как-то не особо пропущено Ну, пока он там Надеюсь, там он скоро Привет Привет Филарон Су Дин, да, я давно тебя не видел Так, вот так Фризы игры тут у нас отлично работают Вот пишет, что он немножко может опоздать А, ну ладно Тогда вот можно даже попробовать четвертого босса потащить Потому что четвертый босса без участок Это, конечно, жопа основательная Так Аккуратней Аккуратней Красный мне предпочтительнее будет Так, надеюсь, я сейчас замочил отлично Мишка Просто терпеливо подошел Все остальное здесь сделает все А, я вот немножко ошибся Он пишет, что комментатор его Стоимственный Может опоздать Санта Пропа ходу вовремя с него А, вот как Понятно Ну, это просто Сколько успею Но в целом Мне демонстрация, я считаю, понравилась Потому что Очень многие ругаются Что на PS1 шмапах графона нет Вот вам доказательство обратного Да Утритесь, хейперы Хе-хе-хе А что это босс Как будто уже был Или ты третий тип показываешь Я третий тип показываю Ааа Я же говорю Из-за багов Мне ресепнуть пришлось Все да? Нет, это Нет, это Только первый ресеп Просто игра Я перепутал просто Их местами Этих боссов Это пока Все-все, я понял Да, это второй Закон Просто мне все-то Блин, перемешались Они что-то в голове Мне же подумалось Что это первый босс Нет, это не первый Первый-то вообще лох Теперь-то я вспомню Это третий Знаешь Наверное, это так и есть Но выглядит Что вот он взрывается Из него болтики вылетают А потом горячие на тебя падают Да-да-да Поэтому иногда надо следить Чтобы осколками тебя не задело Так, возьму синий Мне это больше нравится Потому что сейчас мне Будет хорошая Нужна защита От слова хорошая Во-во-во Потому что тут будет слишком жестко спамить Поэтому попробую Так-так-так Подходи по одному А вы прете по двое По трое Даже защита Уже не особо помогает Она, конечно, закрывает Так кучу Но от многих Уже уворачиваться приходится Да Тут пульс только Чтоб от всех не закроешься Да Ну и что Продолжаем шоу Шоу-маст-гон Да За этот тип уже другой Предполагается стиль бой А как Как видите Бомбы у меня здесь нет Но она мне не нужна По сути При моей прокачке Давай Отлично А А Там надо было просто В режим самонавод Я как-то правда задаю Вот куда даже тентакль Может быть Назад Просто редко доводилось этим пользоваться Самое интересное Что у меня сейчас По сути Было только Один кон, а не два Так Что теперь Орбитальный лифт Снова Надеюсь В этот раз Защита будет рулить Там Будет последний спецучасток Не самый такой И наслаждайтесь Орбитальным лифтом Я сам тут Музон обожаю Не, мне лучше Скорость снизить До третьей А то на четверке Тут он как-то К сумасшедшим летает Ко мне, ко мне Нет, надо просто Раздвинуть Иначе он попадать Не заходит Возьму еще четвертый Отлично Один лазер навели Еще бы второй Навести на противника Это вообще Все будет заебись О, как-то так Интересно Отпускался В свободное плавание Отлично Опа Придется вот так встать О, блин Ладно Как я себя среагировать Просто не успел Опять спамеры Но я сейчас вас сам Пулями заспам Так, по-моему здесь Чикпоинт Ну почти Потому что Сейчас Даже как-то С этим типом Тебя как-то лучше Даже задалось Прохождение Да потому что Я прокачку Не теряю РТФ Это та игра Которую Либо проходишь Без смерти Либо нормально Не проходишь Никак Вот-вот Именно поэтому Я в него и не играю Да может тут очень много Таких мелких Верхних врагов От которых Этот опшен Работает что надо О, ненавижу Этот чикпоинт Вот если здесь Встрянешь Это надолго Опшен вызываем Опшен отпускаем О, сейчас будет Жопа Все внимание На экране Так, я сюда Перестроюсь Эй Во мне Появился Вот теперь Будет Тяжело Затролили Да Не, ну вот это Конечно Самый Подлый Момент Вообще Выиграть Когда Враг Респаунится В тебе Это Ну просто Что ты должен С этим сделать Так, отпускаю Опшен Свободное Плавание Во что Он мне чем-то Поможет Да А реально Ведь помогает Отстреливать Всякую Фигню Спешу Просто Не туда Встал Оу Оу Ай Ну это Сам виноват Вот это Нормальная Была Попытка Более чем Не затупи Не затупи я Все могло Подощи Занимись Отпускаем Видимо Именно в данной Ситуации Само Наводящий Солнце Реально Реально Спасает Оу Сейчас было Красиво Общен Бонус Развернулся Вот это Вообще Эпичное Сейчас было От меня Общен Убежал А нет Не убежал Он просто Сквозь Экран Прошел Эй Мне нужно Было Общен Придать К себе Мне тупо Не хватило Огневой Мощи Это Вот Недостаток Этого Типа В данной Ситуации Надо просто Общен Назад Ставить И все Ой Ну Это Вообще Как-то Ну Блин Опять Баги Пожалуй Тогда На этом Я стрим Предпочту Закончить Причем Причины Их Возникновения Не знаю От слова Совсем Да Покрошился Что-то Эмулятор С легенца Почему Это надо было Сделать Именно на стриме А Дополнительная Дать Нагрузка На проц Не способствует Стабильности Эмулятора Но Когда у меня Нагрузка Под 60 Это понятно Ладно Тогда В таком случае Трансляцию Останавливаю Игру Я показал А проходите Я тогда буду На другом Эмуляторе От греха Подальше Да Так Ну Спасибо тебе Хероевский Да не за что Главное Что агрофон Все увидели Всем спасибо Всем пока